Моё окружение – это полуграмотные прорабы, бригада узбеков. Аксель, аксель, ну, я ненавидел. Ненавидел бизнес, ненавидел заказчиков. Льёте воду, говорите чушь. Для меня вот эта онлайн-школа как наркотик. Я не могу оторваться. Я вложил 500 тысяч рублей. Друзья, всем привет. Всем привет, меня зовут Илья, это Фёдор. Сегодня у нас в гостях Виталий Чёрный. Небезызвестный человек, имя ВКонтакте, которого прописано, как Виталий Волков. Серийный продюсер, как мы шутили до эфира. Человек-создатель и продюсер нескольких онлайн-проектов, над которыми сегодня мы с вами поговорим. Сегодня во внимание мы в первую очередь берём заглавный ваш проект, да? Академия здоровья Елены Бахтиной. Слушайте, расскажите, пожалуйста, что это за проект и какую пользу вот он несёт? Эксперт Елена Бахтин, она диетолог, нутрициолог, врач, 12 лет занимается проблемами омоложения. То есть это не просто человек со стороны, да, там, без знаний, это прям человек с безупречной репутацией, большим опытом, большим количеством клиентов. У неё много продуктов, и один из продуктов, который мы сейчас продаём в рамках нашего проекта онлайн-школы, это курс трансформации лица. Как он называется, как помолодеть на 15 лет за 6 недель. Почему именно эта ниша? Я стараюсь заниматься теми проектами, которые лично мне интересны. Вот, я хочу прожить долгую яркую жизнь, и поэтому проблемы продления молодости и энергии для меня очень актуальны. Как вы к этому пришли? То есть это было какое-то подспорье, да, там, из-за проблем со здоровьем, или вот вы как-то твёрдо знаете, что именно на этой нише будут, она будет очень популярна и будет очень много... Во-первых, я очень много книжек читал на тему старости, на тему борьбы со старостью. Когда возник вопрос, в какой нише искать эксперта, я решил искать именно в этой нише. То есть вы уже целенаправленно искали человека, не случайно с ней познакомились, а просто уже мониторили этот рынок? Нет, совершенно верно. То есть я искал на сайте InfoHit есть, ВКонтакте искал экспертов, многим писал с предложением о сотрудничестве, многие откликнулись. В итоге я решил работать именно с Еленой, потому что есть уверенность в продукте, во-первых, во-вторых, что немаловажно, вот между нами лично хорошие отношения установились. Он сразу стал для вас титульным проектом или постепенно у вас были какие-то до этого проекты, которые вы развивали, и потом пришли, поскольку вы хорошо общаетесь, общие у вас цели и всё складывается? Это у меня не первый, я в онлайн-школу пришёл в январе этого года. В январе у меня было порядка 10 проектов, там две трети из них были неудачные, треть была плюс-минус удачная, но я не видел перспективы с точки зрения масштабирования. А какие ниши были провальные? Провальная ниша была по похудению, провальная ниша была замуж в Англию. Их вели уже другие спикеры, получается, другие эксперты, да, то есть на похудение? Другие совершенно эксперты, вообще другие. С Еленой мы познакомились в августе месяца. Ниша, например, по омоложению, да, когда она сработала, когда вы поняли, что это прибыльно, этим нужно продолжать заниматься, и это действительно нравится людям. У меня есть какие-то критерии, я для себя выработал подхода к эксперту, там мне не очень интересно работать с новичками, да, то есть я должен видеть, что эксперт долгое время работает уже в этой теме. Важно понимать, что этот продукт несёт ценности, пользу людям. Здесь же говорить ещё нужно о маржинальности проекта, правильно? То есть эксперты могут запросить много денег, например. Тем более, что вот у Елены, если там говорить о цифрах, у неё там почти 10 тысяч подписчиков на ютубе, 600 тысяч просмотров канала за 8 лет, то есть она по факту устоявшийся ютуб-блогер. То есть у вас были какие-то спорные моменты, если были, и не секрет, то какие, когда, соответственно, вы вели переговоры о сотрудничестве? Любой эксперт заинтересован в том, чтобы у него было больше клиентов, чтобы больше людей узнали о его продукте. Количество хороших продюсеров, как бы их очень мало. Когда я общался с другими экспертами, я понимал, что это реальная проблема найти хорошего продюсера. То есть они с кем-то работали, какие-то продюсеры, у которых есть база, эти базы выжигаются. То есть продюсеров, которые предложили вариант, который предложил я, а я предложил вариант, при котором я вкладываю сам свои деньги. И мы планируем выйти на определенные показатели. Работать ради какого-то разового сотрудничества, пригласить на базу подписчиков, провести вебинар один раз продажу, мне неинтересно. Зарабатывать 100, 200, 300 тысяч в месяц мне тоже неинтересно. То есть изначально я целился в то, что это будет большой проект с большими оборотами, соответственно, интересный для эксперта с точки зрения прибыли. Если резюмирую, то, наверное, это так, что у экспертов не хватает просто знаний для реализации каких-то идей, и им нужен все-таки человек свыше, который будет курировать весь этот процесс. Здесь дело, я думаю, не столько в знаниях, сколько в том, что обязанности, связанные с продюсированием, этот круг – это и привлечение аудитории, и анализ, и подготовка вебинаров, и организация бизнес-процессов, связанных с продажами. То есть это круг задач, достаточно широкий, требующий большого времени. И, по моим ощущениям, даже если эксперт компетентен в том, чем занимается продюсер, у него физически не будет времени этим заниматься. Потому что задача эксперта – работать с продуктом, создавать новые продукты и работать со своими учениками. Соответственно, отрабатывать свою экспертность, проходить обучение, я так понимаю, повышать свою квалификацию, а вы уже занимаетесь тем, чтобы продвигать этого эксперта. Сколько людей в общей сложности уже прошли курс, прошли обучение в совокупности, и какие отзывы о продукте? В рамках работы непосредственно Елены – это порядка двух тысяч человек за все время, пока она занимается этим проектом. В рамках нашего проекта, это ноябрь-декабрь, прошло 70 человек. Соответственно, в январе группа уже будет, прошло два потока, на январь группа будет в два раза больше. Октябрь-ноябрь, то есть это только два месяца, ну то есть с учетом того, что сейчас декабрь, это только три месяца существования вот этого проекта? Да, в августе месяце, в конце августа месяца мы познакомились с Елен, начали общаться. Конец сентября мы провели первый вебинар провальный. А почему провальный? Какие были ожидания и что по факту было, чтобы вы сказали, что он провальный, чтобы люди понимали тоже, что значит провальный? Две недели собирали аудиторию, и когда вышли в эфир, у нас не запустилась трансляция на гид-курсе, просто из-за того, что специалист, который готовил вебинар, просто не поставил галочки в нужном месте и ушел на тренировку. Я хочу спросить, все-таки, откуда идет основная конверсия, откуда идет основной поток людей, которые к вам обращаются, это с YouTube, как вы там размещаете рекламу, и там за какой период, вот говорите, за две недели начали этого достаточно времени, или нужно за месяц? Руководство с моим опытом. Да, исключительно. Первое, да, с чего нужно начинать, это с таргетированной рекламы ВКонтакте. Если из ВКонтакте приходит аудитория и она покупает, значит, можно проект масштабировать, переходить на другие каналы. Собственно, с ВКонтакта мы и начали. А чем ВКонтакте отличается от Фейсбука? С чем это связано? Это потому что регионалы ВКонтакте сидят в основном, а Фейсбук более столичная социальная сеть. Инстаграм это глянец, где в основном смотрят картинки, или что? Какое различие основное? ВКонтакте проще с той точки зрения, что технически больше специалистов, которые ВКонтакт могут настроить, он просто проще. Проще с точки зрения того, что там можно найти любые аудитории. Мы поняли, что ВКонтакте в данном случае у нас, так скажем так, это поле, где можно потестить, да, то есть аудиторию. Если оффер работает, то, соответственно, мы переходим на другие площадки, да? А за какое количество времени нужно давать рекламную кампанию? Для первого вебинара, я думаю, не больше, чем за неделю. Аудитория теряется. Если у тебя доходит до вебинара 15-18%, то проект у тебя может быть нерентабельным. Сколько было вложений вот в этот проект? Сколько вложений было для привлечения первых клиентов? Голые суммы хотим слышать, потому что, я думаю, зрителям очень интересно знать, сколько откладывать из своего кошелька, чтобы запустить проект прибыльный. Для того, чтобы запустить, протестировать идею сделать первый вебинар, наверное, достаточно тысяч двадцать. С учетом рекламы ВКонтакте? Да, с учетом рекламы ВКонтакте. В любом случае, первые действия, они будут носить тестовый характер. То есть это небольшая сумма на рекламу, возможно, не очень хороший специалист, просто чтобы потестировать. Ну, то есть, а у вас первый вот вебинар был в студии, то есть это потратили вы еще деньги на аренду студии? Нет, студию мы не арендовали, это обычный вебинар был с ноутбука. Обычный вебинар с ноутбуком с окошечками, технически он происходил на гид-курсе, и трансляция шла через Google Hangouts. Ну, а плюс еще нужно заплатить эксперту или здесь уже заинтересованность эксперта? Нет, здесь уже, как вы договариваетесь с экспертом? Потому что мы с экспертом работаем как равноправные партнеры, я вкладываю деньги в рекламу, организую весь функционал, который должен делать продюсер, соответственно, эксперт это... Дает свою экспертность, которая как бы тоже оценивается. Эксперт уступает, вместе мы отрабатываем текст, который должен произноситься на вебинаре. Если продолжая тему с финансами, первый месяц у меня был вообще убыточным, первый месяц был минус 100 тысяч. Реклама не окупилась, нужно платить зарплаты, нужно оплачивать аренду всевозможных сервисов, телефония, вебинарный сервис, гид-курс нужно оплачивать, нужно оплачивать менеджера. То есть, очень много расходов, не связанных напрямую с рекламой. То есть, если вкратце, да, сейчас резюмировать для всех, кто смотрит, если вы не готовы уходить в минуса, то и нечего начинать, правильно? Вопрос тогда, вот после этого, скажем так, неудачного опыта, эмоционального спада. Как вы поняли, то, что работать нужно в этом направлении дальше, то, что он перспективное, основное? То есть, это чисто человеческие, личные качества, то есть, вы поговорили, не, у нас все получится, в общем, давайте дальше делать. Или какие-то были еще другие предпосылки? Ну, во-первых, моя уверенность в эксперте. И второй момент, который меня убедил продолжать дальше. После первого вебинара люди писали письма, говорили, что им все понравилось. То есть, те, кто дошли, по ощущениям, да, люди не купили, но у них были вот самые теплые, самые позитивные ощущения от вебинара. Нужно ли за счет вот этих отзывов и писем тоже потом в дальнейшем собрать аудиторию? Нужно ли вообще показывать людям, что вот, смотрите, нам пишут письма, есть вот отзывы? Потому что есть мнение там людей, которые говорят, что отзывы не так важны, например, как настройка рекламы. Отзывы очень важны. Вебинар, да, это, ну, грубо говоря, шоу, которое идет полтора-два, там, у нас вообще четыре часа идет вебинар. И за время вебинара человек, которого аудитория видит в первый раз жизни, должен вызвать доверие и убедить аудиторию купить. Без каких-то отзывов и кейсов это сделать практически невозможно. Понятно, что отзывы, да, там есть хорошие, есть плохие. В любом случае, я думаю, находятся хейтеры. Прям на вебинарах, которые начинают говорить... Льете воду. Да, льете воду, говорите чушь. Как с хейтерами во время прямого эфира их банить или, там, не банить и как... Как они попадают на вебинар, то есть они ждем, что-то заняться нечем, какие у них мотивы поведения такого? Мне сложно сказать, что ими движет, но мы их, как бы, а, не баним... Не баните, не баним, игнорируйте просто. Не баним, игнорируем, да. Б, мы не вступаем в поле никакие дискуссии. Вопрос такой, сколько времени в день вы уделяете онлайн-школе? Ну, или в неделю, да, если так проще, наверное, как-то рассуждать. Ну, я не хожу на работу в привычном смысле этого слова. Это постоянная увлеченность. Для меня вот это онлайн-школа как наркотик, я не могу оторваться. На самом деле, можно в день тратить порядка 2-3 часа времени, но онлайн-школа – это работающее предприятие. Вопрос не только в том, чтобы продать, да, с этими людьми нужно дальше взаимодействовать. Кто-то отказывается, у кого-то платеж не проходит. Возникает очень много операционных моментов, с которыми нужно разбираться. В итоге, все-таки, как вы пришли к онлайн-образованию и с чего начали? Я занимался разными бизнесами. Вот я бизнесами занимаюсь, наверное, с 93-го года. То есть у меня и банк был, в 90-е годы было 5 ликероводочных заводов. Где-то с 14-го года я находился в страшном душевном кризисе. Реально. Потому что 10 последних лет, до 14-го года, я занимался юридическим бизнесом, который не приносил никакого удовлетворения. Мне хотелось найти себя в чем-то новом, заниматься тем, что приносит радость. На этом пути строительный бизнес возник совершенно случайно. Я его ненавидел. Приказы? То есть у меня получалось, были заказы, но я ненавидел. Ненавидел бизнес, ненавидел заказчиков, ненавидел своих подрядчиков. Мне хотелось чем-то заниматься, чем-то другим. Чем я не знал. Но я понимал, что на наемную работу я не пойду ни в коем случае. В январе этого года один мой знакомый говорит, «Нужно делать продающий вебинар, помоги». А я вообще первый раз слышу, что такой продающий вебинар. Я говорю, я не знаю, что такое продающий вебинар. Говорит, давайте курс дам, посмотри, может быть, ты поймешь. И он мне дал до «Акселератор» у Сергея Капустина был курс «Инфоинкубатор». На тот момент для меня вообще было дико, дико тратить деньги на обучение. В голове было две установки. То есть первое, что это все развод, мошенничество и обман. Первая установка. Вторая установка, я сам во всем разберусь. Когда я начал смотреть все эти восемь модулей, я не мог оторваться. Первое, если я вообще на одном дыхании все пересмотрел. Второй раз начал уже с карандашом что-то фиксировать. Через неделю после этого курса я нашел проект. Где-то через две недели у меня первый вебинар уже был. Первый проект, первый продавчик. Но, тем не менее, вы потом приняли решение пойти учиться в «Акселератор». Да, конечно. Почему? То есть вам недостаточно было того? Или «Акселератор» дает более глубокий, более… Понимаете, просто получить какие-то знания этого недостаточно. Потому что, когда ты занимаешься, в частности онлайн школой, невозможно вариться в собственном соку. Неизбежны какие-то ситуации, когда у тебя что-то не получается или ничего не получается. И ты не знаешь, почему. Факторов, почему это не получается, их может быть очень много. Без обратной связи от людей, которые это умеют делать, невозможно заниматься онлайн бизнесом. «Акселератор» для меня – это прежде всего объединение специалистов, которые могут ответить на вопрос «Почему?». Во-вторых, я шел за тусовкой. Мне очень хотелось поменять круг общения. В конце прошлого года на каком-то тренинге, знаете, на всех тренингах заполняют колесо жизненного баланса. Здоровье, бизнес, окружение, развлечение. Я смотрю, отвечаю на вопрос про свое окружение. Понимаешь, что? Мое окружение – это полуграмотный прораб и бригада узбеж. Здесь надо менять. Что-то тут не так. Я понимаю, что нужно что-то делать, потому что с таким окружением можно только деградировать. То есть, резюмирую, что дает акселератор? Там, условно, три самых главных вещи, которые после обучения вы приобретаете. Акселератор – это прежде всего какая-то системная пошаговая модель обучения. Это вот первое, наверное. Второе – это окружение, тусовка. И третье для меня… Я очень много пересмотрел это видео с Сергеем Капустином и Дмитрием, и для меня близка вот мировоззрение, какой-то философский подход. Вот я сейчас живу вот в кармическом менеджменте. Такой подход очень помогает жизни, потому что до этого модель, как у предпринимателя из 90-х, у меня была совершенно другая. С прежней моделью мировосприятия в современном мире жить просто нельзя. Но мир изменился, по большому счету. Мир изменился, да. Стоит ли акселератор своих денег, которые вы вложили? Сколько вы вложили? Я вложил 500 тысяч рублей. Ну, мы говорим о том, что это инвестиция. Инвестиция, однозначно. Инвестиция, да. Инвестиция, да. Если ты вкладываешь 500 тысяч рублей, и тебе это возвращается с точки зрения денег, это возвращается большими деньгами на регулярной основе. Какая-то притча, что лучше дать рыбу или научить ловить рыбу. Как раз акселератор, он учен, как ловить рыбу. Стоит этих денег? Стоит, конечно. Стоит, однозначно. Вот что я хотела тоже услышать. И пара самых ценных инсайтов, которые вы приобрели на акселераторе, на ваш взгляд, может быть, ну не самых ценных, но которыми вы готовы сейчас вот здесь, в этой студии поделиться. Важный инсайт – это отношение к аналитике. Если у тебя нет аналитики, может появиться иллюзия, что у тебя все хорошо. Вроде что-то идет, вроде трафик, что вы подразумеваете под аналитикой? Аналитика – это четкий анализ воронки. Сколько тебе стоит подписчик, сколько ты на подписчике зарабатываешь. И поскольку мы живем в России, русские люди очень нетерпеливые до того, чтобы вложенные деньги вернуть, может быть, там, конкретно в вашем случае, через сколько отбиваются вот эти вложенные 500 тысяч рублей? Я думаю, что при благоприятном сочетании всех факторов, то есть будет хороший вебинар, хороший эксперт, нарушен подрядчик по трафику, и при этом 3 месяца я отвожу на дошлифовку, отработку, то где-то начиная там с 3-го, с 4-го месяца эти деньги можно вернуть. Скажите, пожалуйста, как выстраивалась коммуникация с командой акселератора? Кто принимал участие в обучении? Этот процесс мне очень интересен. Как все это было? У меня есть свой куратор, к которому я могу обращаться с вопросами. То есть его прикрепляют в самом начале, да? Там говорят, вот у вас есть конкретный человек. Да, есть человек, конкретно к которому ты можешь обратиться. Что приятно, не ты бегаешь за куратором, куратор тебе звонит и спрашивает, как у тебя дела. То есть это такой человек, который постоянно подталкивает тебя к успеху, можно сказать? В какой-то степени, да, это хороший мотивирующий фактор, потому что в какой-то момент я завис с переделанием вебинара, мне куратор звонил, ну когда ты пришлешь? Когда ты пришлешь? Наконец мы переделали, я прислал, и мне очень понравилась обратная связь. То есть это настолько глубокое исследование было в моей ситуации. Там не просто какая-то отписка, вот там вначале вот сделай то, в конце то. Это было прям исследование на уровне студенческой работы, как он доклады пишет, четко расписано, какие технические проблемы у меня, что со светом, там задержка звука, так и содержательный, что вот в этом есть сказать, что вот в этом, что подправить, что улучшить. То есть они погружаются полностью в вашу нишу и строят обучение, основываясь вот на вашем деле, да? Да, совершенно верно. Я раньше уже говорил, что самое сложное в создании онлайн-школ, это когда ты упираешься в какой-то тупик, и у тебя возникает вопрос, что делать дальше и что не так. И если ты без поддержки, то спросить не у кого. В акселе у тебя несколько вариантов есть. То есть самое простое это обратиться к куратору, получить от него обратную связь и не слезать, грубо говоря, с него, пока ты не получишь ответа на свои вопросы. Второй вариант. Очень много есть, много спикеров в аксе, которые ведут вебинары, они оставляют свои контакты. То есть ты можешь обратиться к любому из них. И тебе ответят, тебя не пошлют. В-третьих, есть большая тусовка, кто там, кто учился или учится у тебя на потоке. Ты всегда можешь найти ответ на свой вопрос. Как вы взаимодействовали с другими, помимо чата, с другими учениками вашего потока вообще? Как вас свели воедино? То есть как это выглядело? Аксель изначально ориентирует людей на командную работу. Формирование сообщества. У нас было создано, как это называется, ММГ, ММГ, мастер-майнд-группа. Участники этой группы друг другом созваниваются, поддерживают. Отношения основаны на взаимной поддержке не только в контексте создания онлайн-школы, но и в контексте общечеловеческих отношений. Хорошо. Можно я скажу? У нас все так гладенько, все так замечательно. Аксель прям... Аксель... Есть то, что вы недополучили, например, какие-то ожидания, может быть, неоправданные с акселератором? У меня все хорошо, но я знаю отзывы других людей. Те, кто недоволен акселем, в чем проблема людей? Не нужно ждать, что ты сидишь такой, а тебе приходит, вот вам вебинар, вот вам эксперт. Нужно прежде всего самому хотеть этого результата. То есть, если ты хочешь, важно, чтобы был очень высокий уровень неудовлетворенности к каким-то текущим состояниям и очень большое желание онлайн-школу сделать. Ты получаешь инструменты, получаешь одобрение и поддержку, но при этом ты должен быть сам активен и заинтересован. Нужно приходить в акселератор вот без иллюзии, что будет легко прям. Скажите, пожалуйста, почему именно в акселератор нужно идти? Вот именно туда, потому что есть множество других, опять-таки, появляющихся компаний, экспертов. Когда я поступал учиться после школы, хотел быть юристом, я поступал в МГУ, я заканчивал рефракт МГУ, чем до сих пор горжусь. Потому что ты знаешь, что МГУ это самый лучший вуз в стране. Ты не сидишь и не читаешь отзывы, не вводишь запрос МГУ отрицательные отзывы. Ты в любом случае понимаешь, что бренд это самый лучший вуз в стране. И акселератор сейчас это, ну... Как МГУ, да? безусловный лидер на рынке обучения создания онлайн-школ. Для меня не было вопроса цены, потому что я ни за что не пошел бы вот куда-то, где дешевле, но где учат те, кому я не верю. Кому я не доверяю, у кого нет результата. Спасибо, что поделились своим опытом продюсера. Может быть, вы пригласите сейчас вот в камеру и скажите, почему именно к вам нужно прийти на вебинар, на курс, на любой. Вот я очень хорошо чувствую тенденции, которые сейчас существуют на рынке онлайн-образования. Очень сильно дорожает трафик. Очень много людей сейчас хлынули на рынок онлайн-образования. и идите учиться в Аксель, потому что у вас есть еще возможность запрыгнуть в последний вагон. Вот еще через месяц, через два, через три месяца будет просто поздно. Будут заняты ниши, будет порог входа гораздо больше. То есть сейчас самое лучшее время для того, чтобы начинать учиться создавать онлайн-школы. Завтра будет поздно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok